Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. У нас продолжается разговор о Великой Отечественной войне. На прошлой лекции мы с вами говорили в основном о событиях 1941 года, который закончился разгромом немецкой группы армий в центр под Москвой. Немецкий план Бритскрига был сформан, но война на этом не закончилась. Она продолжится еще и в 1942, и в 1943, и в 1944, и в 1945 годах. На 1942 год обе воюющих стороны, и СССР, и Германия, строили собственные планы. Надо сказать, что по-видимому события конца 1941 года, когда немцы под Москвой были разгромлены, ввели советское руководство в некоторое состояние эйфории. Теперь нашим руководителям казалось, что мы сможем начать бить немцам на всем протяжении фронта, от моря до моря, и погоним, в конце концов, захватчиков с нашей земли. Поэтому советское руководство на 1942 год запланировало общее наступление Красной Армии на всех фронтах. Главным направлением было выбрано направление Центральное, именно там, под Москвой, в районе Ржева были сосредоточены основные силы Красной Армии. Советское руководство считало, что именно там, на Ржевском, на Московском, на Центральном направлении и немецкий вермахт будет наносить главные свои удары в 1942 году и просчиталось. Германское командование на 1942 год разрабатывает план Синий, план Блау. План Блау был гораздо более жизненен, гораздо более учитывал все особенности сложившейся обстановки, чем советские планы на 1942 год. Германское командование понимало, что в равной степени наступать на всем протяжении фронта уже не сможет, сил у них нет, поэтому план Блау предусматривал, что основной удар германский вермахт в 1942 году будет наносить на южном направлении. Предполагалось, что немецкие войска прорвут советский фронт силами группы армий Юг и выйдут на оперативное направление. Целью плана Блау был выход немецких войск к низовьям Волги, к городу Сталинграду и на Кавказ. В общем-то было понятно, что немцы понимали, война, Вторая мировая и Великая Отечественная война, это война моторов, а раз так, то всем воюющим крайне нужна нефть. Советский Союз в основном нефть получал по Волге с кавказских нефтяных месторождений в районе Грозного и Баку. И если бы план Блау удался и удалось бы захватить и Кавказ, и низовья Волги, перекрыть движение по вот этой вот большой реке, которая была главной транспортной нефтяной магистралью Советского Союза, вот в этом случае победа была бы обеспечена. Кроме того, реализация плана Блау позволяла и перекрыть иранский маршрут Ленд-Лиза в Советский Союз, по которому из Соединенных Штатов Америки и из Великобритании в Советский Союз поступали военные материалы, вооружение, техника и так далее. Итак, немцы готовят наступление на южном направлении. Советская армия начинает уже буквально с января 1942 года наступление на разных участках фронта. Пожалуй, одним из самых кровавых сражений 1942 года была Ржевская битва.